МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «О чём говорят». Сегодня мы говорим о Общероссийском народном фронте. Два года исполняется Самарскому отделению. В нашей студии Павел Григорьевич Ожередов, сопредседатель Общероссийского народного... Один устров, сопредседатель. Да, и следующий Виктор Александрович Сойфер. Уважаемые люди. Он главнее. Сейчас разберёмся, кто главнее. Я хочу поговорить о двухлетии и об итогах двухлетней работы. Насколько это важно, насколько это интересно? И что имеют граждане в итоге двухлетней работы? Ну, во-первых, может быть, в целом надо сказать об Общероссийском народном фронте. Он был организован 12 июня 2012 года. Мы с Павлом Григорьевичем и ещё ряд наших сограждан Самарской области были учредителями. Ну, а на Самарской земле мы организовали региональный штаб и, в общем-то, оформили. Именно два года назад, 23 июля, это произошло, вот, 2013 года. То есть, примерно год ушёл, да, мы отмечаем сегодня день-день, и сегодня провели заседание штаба, но оно было вполне деловой. Значит, у Общероссийского народного фронта две задачи. Самое главное – это контроль, так называемых, майских указов президента. Вот. И вторая задача – это, собственно говоря, реакция гражданского общества на то, что происходит. И часто спрашивают, как вступить в Общероссийский народный фронт. Очень просто. Надо просто начать работать по тем направлениям, вот, которым мы занимаемся. А их довольно много. Виктор Александрович, подождите, это надо прийти к вам и сказать, я хочу работать в народном фронте. Надо начать работать, с каким-то конкретным проектом прийти, и будет оказана полная поддержка. Общероссийский народный фронт находится там же, вот, на Волжском проспекте, 19, где находятся наши профсоюзы. Поэтому надо прийти не просто, я хочу стать членом, у нас даже членство не оформляется. Это движение. Это просто движение людей. – Членства нет? – Нет, нет, никаких. – Ну вот, функции, насколько я поняла, они в неких моментах схожи с народным контролем. В свое время была такая организация, народный контроль, к ней относились все очень серьезно, ее даже боялись. Это был грозный народный контроль. Вот то, что сейчас делает народный фронт, вот в каких-то моментах это совпадает. Вы проводите проверки, вы активно участвуете в разборе полетов, вы смотрите, насколько это правильно-неправильно, выгодно-невыгодно, бьете по рукам, пытаетесь обнародовать публично какие-то негативные явления. Ну, почему? Разве это не на… Ну, в отличие от народного контроля, мне кажется, основной, у нас есть лидеры, это президент страны, Путин Владимир Владимирович. Вот в этом, пожалуй, все-таки основное отличие. И поэтому мы, в первую очередь, активисты народного фронта, занимаются контролем, как выполняется указ президента. – Это не административная структура? – Абсолютно. – Ну, Татьяна, я хочу сказать, что у нас создана исполнительная дирекция, которая находится вот на Волжском проспекту 19, на втором этаже. Значит, штат есть. Мы три сопредседателя. Регина Воробьева от молодежи, Вик Саныч и… Значит, я как председатель Федерации профсоюзов. Вот. И сейчас у нас 40 человек – это штаб Народного фронта. Там вот мы в марте еще добавили четверых, было 36. Сейчас 40 человек. И все они по каким-то направлениям работают и привлекают большое количество людей, активистов Народного фронта. Ну, вот, например, Вадим Владимирович Нуждин, он возглавляет направление «За честные закупки». – Только сегодня слушали. – Да, мы сегодня четыре вопроса рассматривали. Был 19 мая, был проведен большой форум. Здесь у нас в Самарской, в Самаре, было очень много приглашенных. Получил большое, хорошее одобрение. Вот. Много инициатив сегодня по… Чтобы закупки, госзакупки были… имели нормальную цену. – Незавышенная цена. – Незавышенная. – Да, вот, конкретно, довольно много закупок отменено. Вот, взять, к примеру, есть они, конечно, не очень крупные, но, например, вот, покупает внедорожник Toyota Cruiser Prado за 2 миллиона рублей, фонд компремонта хочет Самарской области купить. Мы вышли, вот, Нуждин и его коллеги, закупку отменили. Также снижается закупка, стоимость закупок. Так вот произошло, например, в Тольятти по капитальному ремонту здания отделения пенсионного фонда. Удалось снизить на полтора миллиона рублей. – К вам прислушиваются? Вы приходите с таким предложением, а зачем вам? – Администрация Горжа, Сызрана, я географию продолжу. Тоже Toyota Camry за 2 миллиона тоже отменили закупку. Потому что завышенные цены, понимаете, получается. – И нет необходимости тратить государственные деньги на это. – Говорит, надо переходить на ВАЗовские модели. – То есть, в общем-то, есть конкретные дела, которые выражаются в том, что идёт экономия бюджетных средств. Сейчас это очень актуально. – Ну да. – Вы думаете, пересядут на наши автомобили? – Наш руководитель страны ставит задачу снизить на 5% цену госзакупок. Это примерно 5-10 миллиардов в год. – По Самарской области? – А? – Да. – По Самарской области? – Да, да. – По Самарской области? – Только по Самарской области. – Только по Самарской области. Поэтому здесь вот много людей сейчас проявляет инициативу, и мы готовы со всеми сотрудничать. Значит, новые идеи появляются. Вот у нас, значит, молодёжный блок сейчас Чумак Павел Вадимович, очень активный молодой парень. – На Иволге. – Или на Иволге. – Да, он в дирекции Иволге 2015-го. Потом у нас Покровский Павел Александрович, тоже новый член. Он придумал очень интересный проект «Письма фронтовиков». То есть дети Самарской всех школ, был такой проект, сделаны специальные треугольнички, и дети 6-го класса и 10-го писали письма, что они думают о победе ветеранам. И каждый ветеран получил такой треугольник. Это очень тоже патриотическое воспитание. – Соседи наши позаимствовали, даже взяли, собственно, наши же вот этот дизайн, нашу разработку, Ульяновский, ежедневный город. Павел Александрович ещё не говорил об этом. То есть такие, ну, хорошие очень, эмоционально насыщенные такой, я бы сказал, проект. – Железная дорога, сейчас у нас, значит, этот Сергей Григорьевич Блохин тоже стал, значит, нашим в региональном штабе, тоже много очень инициатив. Они вообще активные, наши железнодорожники. Поэтому вот все от личностей зависит. – Да, вот я бы отметил, кстати, добавил ещё к этому переселение из ветхого аварийного жилья. – Это тоже серьёзная тема. – Да, на встрече с президентом на вот общероссийском форуме действий появился даже новый термин – новое ветхое жильё. И это очень серьёзно, потому что иногда качество тех зданий, которые представляются для переселения, оно не лучше, чем те, в которых люди жили за счёт того, что не выполнены, собственно, элементарные условия. Вот у нас были проверки в Самаре, Новокуйбышске, Жигулёвске, Чапаевске, Сызрани, и совместно, надо сказать, нашли взаимопонимание с нашим министерством строительства ЖКХ, составили дорожную карту, так называемую, по устранению недоделок. Ну, то есть программу или план. – А потом вы будете контролировать, как устраняются эти недоделки? – Обязательно. – Обязательно, да. – Межгурь, руководит, конечно, дирекция исполнительская, исполнительная. Но направляют людей, собирают эти комиссии, выезжают. Вот недавно мы выезжали у нас рядом с рубежкой, это как у нас село, там воды не было. – Лопатина. – Да, Лопатина, да, да, да. И там четверть воды только попадала жителям, а остальная она куда-то утекала. Ну, известно, там кто-то огородами там занимается. Сейчас, значит, по итогам проверки сделана обводная схема и… – Проблему решили? – Да, проблема на сегодня решается. – А вот ремонт тоже. Вот можно конкретные адреса назвать, где наши активисты были. Это Волжский проспект 39, Тяпорт, Пензенская 59, Гагарин 11. Там, собственно говоря, убедились в обоснованности претензий граждан и сейчас держим на контроле. Надеемся, что те, кто осуществляет капремонт, будем говорить, серьезно отнесутся к тем претензиям, которые высказаны. Теперь это уже не просто претензии отдельно граждан, мы это можем легко вывести на федеральный уровень, если здесь не услышат. – Есть прямая связь на президента. То есть вот все, что есть у нас информация, она уходит в штаб в Москве, прямая связь с Владимиром Владимировичем. – В масштабах страны на каком счету Самарская область? Наш народный фонд? – Значит, сегодня приехал исполнительный директор, сообщил, что мы в первой пятерке по стране. Из 85 регионов мы, наш штаб, Александр Иванович, попал в первую. – Это очень хорошо. За счет чего? – Ну, прежде всего, я бы сказал, за счет, я даже не ожидал, что будет такое, ну, будем говорить, движение людей, вот новые лица появляются. Понимаете, когда вот два года сождали штаб, там было очень много знакомых людей, они и вам хорошо знакомы, но не все стали активно работать. Поэтому вот ротация, которая была проведена, о чем Павел Григорьевич уже сказал, она очень удачная. То есть появились люди такие неравнодушные, которые хотят что-то сделать и делают, но за счет активной деятельности людей. Это никак не вознаграждается. У нас даже нет, я еще раз скажу, ни у кого нет красной корочки или там какой-то… – Не говоря уже про зарплаты. – Ну, какие зарплаты, о чем вы говорите. – Это просто желание людей что-то улучшить в жизни нашего города, нашей области, района, дома, и так сказать, вот доходя до такого. Не такие люди есть, как оказалось. – Хорошо, наше время подошло к концу, программа короткая. Приходите еще, расскажите. Поздравляю вас с двухлетием. Желаю, конечно же, успехов дальнейших. – Спасибо. – Приходите еще. – Спасибо, Татьяна. – Всего доброго, до свидания. Это была программа «О чем говорят». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова